Встреча с Берлина 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 Берлинские славянки у меня, я их обязательно послушаю. Я позвонил через месяц, он говорит, не волнуйся, они лежат у меня на столе, я их послушаю обязательно. В ноябре мы уехали в концертный тур по Германии, я вернулся в декабре с этого тура, позвонил в Москву, он говорит, ты что, не слышишь? Уже все в эфире, из 22 песен в эфир пошло 17, и вот так эти песни добрались до России. И много-много-много лет я не решался сюда приехать по разным причинам, может быть потому, что у меня истоки, то есть я не артист по сути, то есть это не было каким-то образованием, это не было каким-то даже целью какой-то. Может быть для меня, мне казалось, что выступление на большой сцене в России, это слишком высокая ответственность. Но в результате вот я здесь, по приглашению Александра Викторовича, сижу и рассказываю вам о своих песнях. На паркинг въехала машина, блондинка вышла на порог, и только руки их замкнулись, в прихожей прозвенел звонок. Она сняла привычно трубку, я битый голос прозвучал, и от волнения очень тихо, по-русски кто-то ей сказал. Ты помнишь чартер на Ганновер? Шереметьево в порту, толпа устойки у границы, я колясочку качу, мы проболтали, позабыли про родных и про еду. Потом по каймам потерялись, я пять лет тебя ищу. Надо сказать, что вот эти 17 песен, которые поставил наш программный директор Родовой Фьюр, я, кстати, участвовал именно в том, чтобы их поставить, поскольку твои друзья из Германии тебя поддержали, на самом деле, чтобы ты знал об этом. Мой друг Вася Пряников, который в нашем эфире проживает уже достаточно много лет, поскольку дружит со мной уже целое десятилетие, он говорил мне о том, что эти песни должны обязательно быть, что ему это интересно, и он совершенно без всякой, знаете, как у артиста бывает так, типа, кто лучше, кто хуже, ничего подобного не было. Ребята, которые живут в Германии, я имею в виду и Якова Боярского, который, кстати, сотрудничает сейчас в качестве ночного диджея с Радио Шансон, и песни, которую я тоже очень люблю. Вот эти вот ребята, кстати, поскольку мало людей в Германии, кто поет по-русски, они очень голосовали передо мной, как перед продюсером, за то, чтобы я голосовал перед непосредственно нашей аудиторией твоими песнями. Поэтому этим людям тоже надо сказать творческое спасибо, потому что, на самом деле, они к тебе очень хорошо относятся, поскольку у вас, русских ребят, которые там живут и сочиняют по-русски, очень немного, и все вы между собой так или иначе знакомы, хотя и живете в разных городах. Я бы хотел, чтобы ты рассказал немножко про прорисовский центр Вадима Куземы, потому что для меня было очень приятно, когда я узнал, что это не только твое пение, не только исполнение твоих вещей, но и многие другие люди, которые в Германии живут и поют по-русски, они приходят к тебе и получают должную поддержку, получают записи, есть и дуэты в твоих альбомах, совершенно новых и неизвестных даже для меня людей, которые поют твои песни. К сожалению, в любом месте, наверное, творчество имеет свою собственную границу, дальше начинается бизнес, да, и вот как раз вот эту часть бизнеса и попытался сделать продюсерский центр, да, у нас большой комплект концертной аппаратуры, мы имеем видеосъемку для съема клипов, мы работаем с различными музыкальными студиями, аранжировщики для записи, но все это оказалось очень-очень тяжелым, и свидетельство тому, что вот даже на этом большом немецком рынке, на котором 3 миллиона жителей, известны вот как мы и говорили, или как говорил Александр Викторович, 3-4 исполнителя, которые вот в общем-то так-так, вот такая банальная, как бы, все остальное оказалось чуть-чуть сложным к пробиву, потому что необходимы денежные средства, необходимые, ну не знаю, может быть даже где-то грамотный материал. Что я делал в этом случае, когда я не мог категорично помочь человеку выпустить свой альбом, продвигать его, мы просто записывали песни, и вот зная то, что мой альбом будет выпускать компания «Квадродиск» в Москве, мы присоединяли эти песни сзади к альбому, то есть для меня это было, ну как сказать, это ничего не давало альбому с точки зрения, но это давало исполнителю возможность появиться на сцене, вот в том числе мы слышали сегодня «Витю Лейра лета прошло», да, то есть их песни начинали появляться здесь, сборники в надежде на то, что может быть они как имена сами зазвучат, как-то прорвутся, и, ну не знаю. «Квадродиский центр» еще, кроме того, занимается организацией концертов, в этом году мы уже провели 9 концертов в Германии, готовимся к Новому году, на этих, это сборные концерты, на них пою не только я, выступает и Ольга Путина, выступает и проект «Дзема», и Лена, и Миша Дали, кстати, с нами работал в Бремене, вот, тоже какая-то возможность исполнителям показать себя, банально заработать деньги, определенные на концертах, для того, чтобы была возможность записывать новые пластинки, продавать, представить свои диски на рынке Германии. Значит, мы очень много сотрудничаем с газетами, потому что газеты, русскоязычные газеты в Германии, это тоже средства доставки информации, статьи пишем, занимаемся рекламой при выпуске дисков, ну, в общем, все, что является, все, что творческая позиция, снимаем клипы, снимаем документальные фильмы, все это, конечно, не на таком уровне, который в России, может быть, на более низком техническом уровне, хотя техника уже сейчас дошла уже до того, что музыка делается на дом отдельно взятом компьютере, и не всегда плохо, то вот, как бы, ну, маленький остров русской музыки. Ты знаешь, в общем, наши здесь, и не такие уж родные, у каждого свои дела, заботы, дети, ностальгия, я тоже вроде бы прорвался, работа, дом, Берлин, друзья, вот только как заноза в горле, на шее цепочка твоя, ты помнишь, чартер на Ганнове, в Шереметьево в порту, толпа у стойки у границы, я колясочку хочу, мы прополтали, позабыли про родных и про еду, потом по хаймам потерялись, я пять лет тебя ищу. Мне бы очень хотелось, чтобы фестиваль русских шансов в Германии мы возродили, и возродили его, учитывая то, что на самом деле все равно многое поменялось к лучшему, потому что издательский дом, с которым я очень дружен, и наша радиокомпания и студия «Дружна о русской Германии», «Русский Берлин» находятся все-таки в Берлине, есть радиостанция «Русский Берлин», и руководитель всей этой компании, Дмитрий Фельдман, дружен с нами. Я говорил ему о том, что я буду выходить на него с этой идеей, но поскольку сам-то он не занимается концертными мероприятиями, ему нужен в данном случае понимание того, что нужно нам из России, чтобы такой вот цикловой фестиваль «Русский шансон» в Германии, в этой европейской столице, где огромное количество русских людей и приезжающих русскоговорящих людей сюда на работу, там, туристов, все-таки заработал именно как цикловой фестиваль, один-два раза в год. Ну, на самом деле, надо сказать, что дорогу усилит идущий, да, это известная фраза, да, на эту дорогу надо выйти. Идея давно витает, вот, значит, фестиваль, начать его делать действительно в Берлине, все-таки, ну, нужно понимать одно такое вот, как бы, мы, к сожалению, имеем на сегодняшний день по разным причинам, я думаю, что существуют все-таки и объективные, и рядом субъективные причины тому, что, скажем, русские шансонье, в отличие от другой эстрады, музыки, попсовой музыки, рок-музыки, не очень частые гости, скажем так, за границей, да, как ни странно, потому что русский шансон – это музыка эмиграции, что ли, наверное, да? Во многом, да, да. Но, тем не менее, нужно учитывать специфику людей, которые выехали за границу, с учетом этой специфики попробовать, да, начать вот это вот все. Я, как бы, вот как-то все время существовало мнение такое, что вот там все, что проводится в Германии, это вы там делаете. Вот это то, что говорит сейчас Александр, для меня очень важно тем, что он тоже заинтересован, чтобы там это было. И вот я думаю, что вот усилия нескольких организаций, допустим, то, что требуется с нашей стороны, там, организация распространения билетов, организация рекламы, звук, в общем-то, ну, как сказать, это безусловно, да? Я думаю, что сейчас вот закончится, как бы, вот концертный год, имеется в виду до 1 декабря, и в январе месяце мы, как бы, в любом случае, выйдем на финишную прямую в этом вопросе. Всегда, каждое такое интервью завершается одним кратким, но емким вопросом. Пожелание аудитории, которая сейчас будет смотреть твой первый профессионально снятый фильм-концерт? Когда выпускает автор-исполнитель свои песни, самое большое, самое большое его желание – это найти своих. тем, с кем он созвучен по ритму, с тем, с кем он созвучен по мысли подачи, с тем, с кем он созвучен, может быть, даже по какой-то душевной составляющей, структуре составляющей. Я хотел бы пожелать тем, кто сегодня будет смотреть концерт, поискать в моих песнях себя, может быть, свериться со мной, может быть, тогда то, что вы сегодня увидите, оно вот как бы добавит где-то жизненных сил, добавит где-то жизненной энергии, где-то доброты. Вот я желаю, чтобы зрители, просматриваясь этот концерт, получили удовольствие. Я хочу в самом конце интервью спеть небольшую песню, которую я, к сожалению, не могу спеть на концерте сегодня, потому что я еще не помню ее слов, она написана была 4 дня назад, и вот, может быть, в этом коротком интервью я коротко ее спою. Берегите себя от любого бесстыдства и даже от опеки ненужной для вас самых близких людей. Берегите себя от огня скороспелого счастья, от пустых напролет одиноких бессонных ночей. Берегите себя от промозглого ветра в ненастье, от подарков со смыслом непрошенных в доме гостей. Берегите себя от веселья в застолье без меры, от прощения из милости тяжких смертельных грехов. Берегите себя от распутства и жизни без веры, от речей бестолковых и песен без слов. Берегите себя от покорности, праздности, лении, от того, что вы женщину бросите, глупо любя, от того, что вдруг станете чьей-то бездарной тенью. Берегите себя, берегите себя. Берегите себя от пленения вредных привычек, но о том, что претит, я судить не берусь. Берегите себя и живите всю жизнь без кавычек. Берегите себя, я за вас помолюсь. Берегите себя и живите всю жизнь без кавычек. Берегите себя, я за вас помолюсь.